александр приветствую тебя приветствую артём очередная встреча технически фундаментальный анализ те кто следит за совместным аналитическим контентом знают то что мы с двух сторон разбираем все инструменты которые прямо в моменте представляют очень хорошие интересные дают возможности по консалам интересные торговые идеи реализовать об этих идеях мы говорим в принципе перспективах краткосрочных тире среднесрочных он ну когда есть возможность также замахиваемся и на долгосрока в общем друзья подсказываем вам как действовать же от вас зависит следовать этим рекомендациям или нет но обязательно помните всегда что какое бы решение вы не приняли а это исключительно ваша ответственность но обязательно контролируйте резко следите за загрузкой ваших депозитов не злоупотребляйтесь плечами даже тогда когда и техника и фундамент может быть вы обращаете внимание еще не психологию когда все это говорит о том что нужно что-то покупать либо продавать все может быть совершенно иначе рынок это самое коварное существо на площадках и в мире спекуляции так александр ну что давай тогда к тому что интересненько и сейчас я с твоего позволения прям к администрации экрана хорошую тему хотя хорошую тему затронутые риск менеджменте ответственности хорошая это правильные слова давай послушаем какие идеи у тебя сегодня сформировались на рынке сегодня начну с авторийского доллара потому что тема актуальная сейчас потому что буквально несколько часов назад резервный банк австралии провел соседание по итогам которого принято решение ничего не менять я немного разочарован потому что был ну почти на сто процентов уверен то что австралийские регуляторы вот пожалуйста это как бы в продолжение того что я сказал когда ты даже вроде бы как абсолютно уверен может получиться так что реальное положение дел будет совершенно сегодня по факту заседания резервного банка австралии я прогнозировал что rba так же как и банка канады на прошлой неделе который я напомню отказался от продолжения программ количественного смягчения то есть фактически я завершил потому что видит серьезные риски в росте инфляции и чтобы в конце концов через какое-то время не пришлось работать с высокой инфляцией как с пожаром более жесткими мерами в плане корректировки денежно-кредитной политики решил пока что свернуть ки и соответственно сфокусироваться на перспективу повышения процентной ставки данные по инфляции в австралии были тоже очень высокими поэтому я предположил что наверное резервный банк австралии тоже перейдет к проактивным действиям поэтому как минимум сократить программу количественного смягчения которые сейчас 4 миллиарда австралийских долларов в неделю но этих изменений не было поскольку рынок не только я настраивался на то что эти изменения будут и в связи с этим австралийских долларов должен был показать очень неплохой рост а отсутствие этого решения привело к обратной динамике мы видим сегодня на азиатской сессии как пара австралийских долларов уже ниже 0.75 котировки 0.74 67 и вот по текущему графику складывается ощущение что вот эта нисходящая динамика может быть продолжена но здесь не все так просто потому что даже несмотря на отсутствие изменений ставки программы количественного смягчения резервный банк австралии не оставил нас друзья инвесторов трейдеров а без все таки сигналов о том что политика может быть ужесточена в ходе последующих заседаний и самый главный комментарий который мы слышали от филипп лоу который возглавляет резервный банк австралии что если раньше ожидания банка того что ставка может быть повышена ехали на 2024 год сейчас резервный банк австралии существенно приблизил эти сроки отметил что при устойчивом росте инфляции первое повышение процентной ставки первое за 10 лет может быть анонсировано либо в конце следующего года либо в начале двадцать третьего года этот комментарий кстати рынок покажет почему-то не учел хотя на мой взгляд сейчас работать с перспективой изменения процентной ставки интереснее даже чем программа количественного смягчения я считаю что вот распродажи которые мы видели качестве первой реакции вряд ли продолжится долго поэтому друзья 07470 моменте я предлагаю сделку дождаться теста снова 075 и уже через за отложку buy stop действовать сам покупать с целями 076 076 50 также не стоит забывать что вчера в австралии был реализован еще один этап снятия ковидных ограничений которые касаются уже ее внешнего на как бы внешних отношений если раньше сильный мельбурн освобождался от ковидных ограничений то есть сейчас австралия открыта в целом для всех туристов у которых есть ковидный парк и я видел прогноз на bloomberg опять же обсуждали перспективы того как потребители повлияют на экономику до конца этого года при зеленом свете для туристов экономика австралии может прибавить больше 0,7 процента за счет опять же вот этих денег которые должны прийти в австралийскую экономику я оптимист по австралийцу поэтому друзья если вам нравится такая фундаментальная составляющая если вы взгляните мою точку зрения давайте тогда вместе наваливаться на покупки с уровня 075 еще одна валютная пара на которую хочу обратить внимание тоже интересно тех уровней которые есть моменте доллар канадец 1 2389 сейчас я когда говорил про австралийца отметил что банк канады на прошлой неделе уже отказался от программы количественного смягчения и вот первая реакция видно вот эти две мощные часовые свечи когда по сути везде ката свалился к отметке 1 23 но потом последовало восстановление считайте что вот это текущий уровень вот сопротивление 1 24 но сейчас 1 23 90 это как раз возможность зашортить эту пару то есть купить канадский доллар против американского конкурента и мне нравится кстати эта валютная пара еще и потому что я верю в рост цен на нефть который может продолжиться уже в конце этой недели после заседания опек на котором как мне кажется не будет принято решение по дополнительному росту нефтедобычи если это этот прогноз оправдается то соответственно 1 23 мы легко снова можем увидеть а может быть даже и пониже чтобы добавить не только как бы подкрепить точнее чтобы подкрепить мое мнение каким-нибудь громким прогнозом от инвестбанков хочу отметить что bank of america и морган стэнли ожидают до конца этого года пару везде ката на уровне 1 22 и ниже у меня цель поскромнее всего лишь 100 пунктов текущих уровней 1 23 я думаю что эта цель будет достигнут и что касается рынка нефти опять же александр наш с тобой встреча уже пройдет на следующей неделе то есть когда от гремит фрс когда пройдет заседание опек то есть после вот этих мощных фундаментальных событий и заранее как бы на предстоящей неделе друзья обращаю ваше внимание по бренду очень привлекательным является сопротивление 86 долларов за баррель если мы его пробиваем то скорее всего рынку лететь и лететь выше потому что даже если бренда берется до этого уровня это значит то что опек не принял решение по росту добычи это значит то что вся глобальная экономика будет оставаться в состоянии дефицита предложения углеводородов короче фундамент крайне интересный и на мой взгляд вот эти предсказуемые сделки могут принести свои результаты александр слово тебе благодарю артем нет даже с точки зрения технической картины пока на текущий момент выглядит в сторону повышения я сейчас это все продемонстрирует демонстрация экрана поделиться с точки зрения техники да мы видели была возможность преодолеть уровни поддержки и сформировать новый тренд однако это не увенчалось успехом и соответственно мы уже увидели резкий выпук после двух ложных пробоев которые относились к скользящей средней которая видно на дневном графике да и соответственно она выступила в роре какой-то очередной поддержки где возможный крупный игрок либо крупные игроки смогли удержать уровень цены в районе 83 и от него сделать отскок уже на текущий момент на 2 доллара да действительно зона сопротивления находится в районе 86 там 85 80 где-то плюс минус и если нам удастся провести этот уровень то конечно же есть и шансы что мы увидим дальнейшую повышательную динамику по данному инструменту мы говорим про нефть марки бренд и если заседание проект пройдет так как ты именно сказал артем то конечно же мы увидим и дальнейший рост по инструменту не исключаю и другой сценарий который может сформироваться пожалуйста для тех кто торгует нефть будьте предельно осторожны обратите внимание у нас тут нефти в районе там 85 80 86 есть какие-то максимум если сейчас на текущей неделе нам не удастся даже подойти к этим максимумом у нас будет так называемая картинка которая носит название невозможность инструмента обновить предыдущий хайл это не очень хорошо почему потому что благодаря этому либо как говорят если плохой сценарий из-за этого у нас будет формироваться другой тренд который может начаться в виде нисходящего какого-то понижательного локального тренда потом перерасти более глобальную картину поэтому в любом случае мы пока следим за уровнем 86 85 80 как отработает себе инструмент на текущей неделе внизу у нас есть уровни в районе 82 80 которые ближайшие мы отмечали но вот этот вот хвост слоу 8199 если он будет пробит это хана мы будем видеть резкое снижение инструмента под той причине что те игроки которые затаривались выше у них риски больше соответственно не будут первыми скидывать позиции к этому моменту подключатся те же артисты которые просто жаждут крови до тоннгистов от быков соответственно они будут дальше давить инструмент поэтому район 82 долларов достаточно такая снова определяющая точка для развития событий по нефти последние две недели мы наблюдали своего рода такой боковик как вы видите не было конкретной динамики да она была больше повышательная чем понижательна но тем не менее нам удалось отстояться в каком-то диапазоне если этот диапазон действительно присутствует на в головах и сценариях крупных игроков то он может дать новый виток какого-то растущего тренда если все это произойдет именно так но опять же не стоит строить себе иллюзии не строит думать о том что нефть сегодня завтра будет уже стоить 120 долларов нужно будет быть реалистом смотреть реальности в глаза потому что если вдруг все произойдет не так как мы с артемом запланировали соответственно мы увидим коррекцию и возможно формирование какого-то нисходящего тренда вот аж там до нового года к новому году возможно это повышательная динамика вернется на рынок это один из инструментов который мне нравился на российском рынке раз на второй момент на который я бы обратил внимание это сбербан после того как он прошлой неделе вышел своей консолидации которая формировалась с 10 октября как вы видите у нас выход произошел вниз но когда выход происходит низ по технике соответственно дает нам направление движения дает нам сигнал потому что можно будет смотреть на шарты но после этого у нас пятницу понедельник произошла вот такая вот картина резкий выкуп с бычьим поглощением двух предыдущих дней это ситуация которая заставляет задуматься что будет дальше почему потому что сверху у нас присутствует сопротивление нами 37 740 и 30 в районе 38 если нам опять удастся вернуться в этот канал то это будет означать что это был всего лишь ложный пробой на восходящей тенденции но вот в этом каком-то длинном диапазоне который формируется там уже в течение двух недель если это действительно так то можно будет ожидать дальнейшего роста котировок по сбербанку фьючерса на сбербанк и опять же возможное доходение цены до уровня максимума 39 200 там 250 это по фьючерсу на это я думаю динамика акции практически идентична потому что они друг друга повторяют и соответственно мы можем видеть дальнейший рост то есть это два инструмента которые мне нравятся на российском рынке что касается я чуть-чуть времени уделить криптовалютам потому что они там сходят с ума у нас так называемые так называемый бычий тренд не бычий а собачий тренд как мы его называем на текущий момент потому что на прошлой неделе всевозможные шиткоины как мы их называем сходили под 300 400 500 процентов и ты не знаешь просто на чем какой фундамент у этих инструментов это все был чистой воды спекулятивный спрос некоторые из них оказались просто скамом то есть люди заходили а потом продать не могли даже на росте что самое смешное зашел позиция выйти уже не можешь неё а потом когда инструмент убивает в ноль ты понимаешь тебя просто развели на деньги благо мы эти ситуации немножко уже наученные предвидели и в эти инструменты не заходили да ну некоторые другие нам удалось зайти и вот даже вот такая вот мемная картинка когда ваш диплом это всего лишь лист бумаги а ваше образование видно в вашем портфеле мемных шиткоинов как говорит многоуважаемый воррен батт но это все как мы говорим шутки шутками давайте сейчас быстренько посмотрим о чем я вел речь вот один из инструментов которые мы брали на прошлой неделе это флоки это как бы аналог шибы который возможно затмит шибу на фоне других инструментов и других вот таких вот собачьих коинов он продемонстрировал достаточно внушительный рост и я вам сейчас покажу что это раз два три 4 5 6 7 раз вот неделя считайте с прошлого понедельника это движение началось и она дала возможность заработать практически 450 процентов роста за 7 дней я считаю что это баснословные проценты для финансовых площадок и такое можно словить не полностью но есть шанс взять хоть каких-то там 100 200 300 процентов вот поэтому такие вот инструменты стреляют есть еще один инструмент который я хотел выделить он называется самоедкоин вот он называется самоедкоин это конечно тоже еще один такой достаточно самоедкоин обратите внимание как повел себя инструмент посмотрите как долго стоял стоял никому не нужен и в определенный момент все сходило опять же 1500 процентов за какие-то полторы недели но где такие проценты виданы на самом-то деле сейчас мы видим логичное продолжение этого всего сценария цена опускается дальше вниз если произойдет длительная консолидация там в течение месяца полутора вот и мы будем видеть поддерживающий объем вот это будет говорить о том что да действительно там возможно происходит набор позиций проблема лишь одна в эти инструменты входит крупные руки и пуляют туда большие суммы денег вот что вот не может уложиться в голове зачем оно им все нужно реклама шибы уже на тайм-сквер идет все как положено затмевает рекламу различных сериалов которые должны выйти и в принципе такой анонс рекламы стоит 50 тысяч долларов и для я так понимаю для шибы это вообще не проблема для чего уже предыдущий инструмент флоки который мы с вами рассмотрели реклама была в лондоне метро и по городу если вы не успели купить шибу у вас есть возможность купить флоки после этого как только появилась реклама буквально там три-четыре часа проходит инструмент начинает расти то есть искусственно вызванный спрос порождает вот такое вот сильное движение хотя есть и другие инструменты которые абсолютно нормально демонстрирует хорошее движение я буквально пройдусь по ним логично то что матики я говорил о прошлой неделе хороший инструмент очень хорошо смотрится алга хороший инструмент то есть с понятной инфраструктурой с роудмак которая может положить начало еще дальше на движение по данному инструменту даже несмотря на то что вырос уже в десять раз мы можем увидеть дальнейший спрос по алга такие инструменты которые мне нравятся еще не ходили там фил да ведь у него еще происходит набор позиций объем чуть-чуть увеличился да есть линия нисходящего тренда и как только мы ее пробьем мы наверное увидим даже с вами перехай вот этих цифр 238 но это может быть не сразу нужно быть готова с торч который мы с ребятами смотрели также на прошлой неделе посмотрите сходил там больше ста процентов в моменте вернулась цена но тем не менее пока находится на верхушках вот что что вызывает вопрос это объемы которые появляются в этих инструментах из ниоткуда поэтому они не дают пока покоя вот такие вот инструменты там акро формируется видите также может сходить то что мне нравилось на прошлой неделе до сих пор это лид dodo и rlc то те инструменты которые еще не хотели и у которых есть потенциал и запас хода наверх до своих как минимум максимум за и рыкс мы тоже смотрели тоже брали и вот посмотрите какое движение прошло там порядка 60 70 процентов удалось забрать в этом в этом шипе да как говорится опять же то что бросается глаза это объем который появляется кто мы также брали вот видите в этой точке он стоял очень длительное время ложный пробой вынес мы перезашли и вот дошел до уровня сопротивления которым мы себе отмечаем александр я думаю что активов уже достаточно то у наших инвесторов кашу в голове будет не спорю да то есть есть инструмент обратите внимание на те инструменты которые не ходили я повторю лид dodo rlc это самые основные которые я бы рекомендовал на текущий момент посмотреть вот на ситуация вообще очень интересная потому что буквально минуту займу еще криптовалютный рынок предоставляет очень много возможностей помимо самого тренинга еще других возможных приобретения активы получения различных так называемых иксов до размещения на бирже поэтому ребята разбирайтесь это очень интересно возможно за этим будет стоять будущее и расчеты уже все будут проводиться там частично криптовалютах и банки которых боролись за то чтобы заблокировать расчеты криптовалютах пока не смогли с этим справиться если углубляться дальше уже фундамент вот они теперь им приходится адаптироваться под происходящее и принимать это уже как должное вот спасибо артем за то что предоставил мне слово я немножко забрал время эфира но это очень интересная ситуация тебе тоже спасибо за такую обширную информацию точно есть еще выбирать друзья все наглядно на графиках вам показано это графики реальные нерисованные всем умеем считать процентами и конвертировать реальные доллары в общем думайте согласен то что крипта это уже не что-то там где-то звучащие это полноценный сегмент финансовых рынков из каждой недели с каждой недели с каждым месяцем мы понимаем что совсем скоро это будет уже неотъемлемой частью реальности каждого трейдера каждого инвестора и каждого работает на финансовых рынках чем быстрее вы познакомитесь с криптовалютным рынком освоите его азы попробуйте разобраться в движущих силах тем быстрее вы сможете разнообразить инструменты для заработка и портфель инвестиций согласен тебе еще раз огромное спасибо за такой прям обширный анализ сектора криптовалют всегда очень интересно послушать как всегда классного закрытия недели хороших прибыльных трейдов и увидимся с тобой если у тебя будет время на следующей неделе также большое настроение хорошие сделок уверен что все твои позиции которые ты проанализировал смогут принести желаемый результат отличного дня и до новых встреч спасибо пока